Перед началом видео хочу порекомендовать вам канал, который посвящен должности ассистента. Анна делится своим 10-летним опытом работы ассистентом в России и за рубежом, учит правильно составлять резюме, писать письма, проходить собеседование, также дает рекомендации по стилю в зависимости от сферы деятельности и многое другое. Если вы ищете работу в этой сфере, то вам именно сюда. Ссылка на канал в описании. Всем привет! Сегодня я так немножко нестандартно начинаю это видео, потому что на мне нет макияжа, а все потому что я, откровенно говоря, не знаю, о чем сегодня будет видео. Вернее как, общая тема сегодняшнего видео в том, что я хочу отдохнуть от всех новинок косметики и вот просто сделать сегодня макияж, посмотреть, к чему у меня тянется рука и насладиться этим процессом. У меня такое впечатление, что блогерская деятельность вообще в целом превращается в какую-то сумасшедшую гонку за новинками, каждый божий день, по несколько раз в день выходит какая-то новая косметика. Уже давно прошли те времена, когда была осенне-зимняя коллекция, потом весенне-летняя коллекция. Сейчас постоянно, каждую минуту, каждый час что-то появляется новенькое, постоянно приходят комментарии, а ты будешь тестировать это, а ты будешь тестировать то. И я замечаю, что у меня в коллекции есть косметика, которую я реально очень сильно люблю, но у меня тупо нет времени ею пользоваться. И вот так вот она у меня лежит, постепенно портится. И как-то и со временем вроде и забываю тоже, что мне это нравилось, что мне это подходило. А все потому, что когда я снимаю, я демонстрирую на себе новинки, которые, ну, собственно, для видео предназначены. А когда я не снимаю, я тестирую эти новинки, потому что мне же нужно какое-то мнение сложить об этой всей продукции перед тем, как снимать видео. В общем-то, все это превращается в какой-то долбанный замкнутый круг из новая, 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 новая. И мне вот просто хочется сегодня сказать, вот все, стоп, остановитесь, давайте вот просто вернемся к истокам. Короче, если вы не против со мной провести немного времени, вернее, наверное, много, потому что видео, скорее всего, получится длинным, то давайте вместе посмотрим, к чему у меня сегодня потянется рука и что реально приносит мне удовольствие от того, что я это использую. Я начну, наверное, с вот этого праймера в форме спрея. Это Catrice Energizing Prime and Care Spray. Очень мне нравится этот спрей. Он такой освежающий и увлажняющий, ну, грубо говоря, работает как тоник. В качестве праймера для век я сегодня буду использовать консилер от Clinique. И, кстати, это один из тех продуктов, который реально у меня начинает заканчиваться. Вот сейчас где-то, наверное, вот так вот его осталось в тюбике, потому что я реально им часто пользуюсь. Даже когда я делаю обзоры на что-то новое, на какие-то тени и так далее, все равно этот консилер я все время использую в качестве базы. Просто я это никогда не показываю, чтобы не затягивать видео. Но, тем не менее, как видите, постоянно им пользуюсь. Мне этот консилер очень нравится, потому что он все перекрывает. И в то же время он легкий. И вот никогда не было никаких конфликтов с тенями. Так, эта челка меня явно доконает, если я ее оставлю. И закреплять этот консилер я буду пудрой от Laura Mercier прозрачной. У меня, кстати, вот такая вот малютка. Я в Сифоре это, кстати, заказывала. У них есть полноценная версия, есть мини, а есть вот такая вот микро. Но здесь в этой микро-версии 3,5 грамма. Это вообще немало. Я уже пользуюсь ею, ну, наверное, полгода точно. И вот даже как будто она еще не начинает заканчиваться в этой баночке. То есть баночка до сих пор полностью забитая. Я вообще, честно говоря, не вижу смысла покупать полноценные рассыпчатые пудры. Ну, разве что, если у вас очень жирная кожа, и вы вот прям все лицо ежедневно закрепляете. Так, тени. Какие бы выбрать, какие бы выбрать. Знаете что, мне сегодня очень хочется воспользоваться вот этой вот палеткой от Анастасия Беверли Хиллс. Это была коллаборация с визажистом Марио Додивановиком. И недавно она мне попалась на глаза. Я ее достала, сделала макияж, и я вот просто кайфанула. Вот эта формула теней Анастасии плюс Dose of Colors это мои две самые любимые формулы теней. И я ни в коем случае тут не хочу сказать, что вот то, что я рекомендую и делаю обзоры там на какую-то более бюджетную косметику по типу Catrice или Revolution, то эти палетки плохие. И я вот как-то преувеличиваю, когда делаю обзор. Нет, они не плохие, они реально классные. В своей как бы категории бюджетной, да, они реально классные. Это палетки, которыми я тоже пользуюсь. И первым я сейчас возьму оттенок Lula. И вот чем для меня лично отличается формула Анастасии от всего остального, это в первую очередь насыщенностью оттенков. Потому что вот такая формула Анастасии, почему я говорю такая, потому что у Анастасии много разных формул. И есть у них удачные палетки, есть очень неудачные. Например, сейчас у них вышло новое подразделение Narvina, и там выпустили они сразу очень много палеток. И вот эта формула, вот есть у меня такое подозрение. Я могу, конечно, ошибаться, я не пробовала эти тени. Но есть у меня такое подозрение, что эта формула так себе, потому что они переключились на спрессованные пигменты, нежели тени. А мне кажется, лучше бы они развивали то, что у них уже хорошо. В такой формуле у них Modern Renaissance, Soft Glam, Sultry, по-моему, все. Следующим возьму вот этот вот рыжий-теракотовый оттенок Isabel. Так вот, конкретно для меня преимущество этих теней заключается в том, что когда я набираю оттенок, то я могу поставить вот такое вот цветовое пятно сразу, а потом его растушевать. И мне не нужно по 50 раз наслаивать оттенки, как, например, в Revolution часто бывает, особенно с темными оттенками. И здесь сразу непонятно, что лучше, потому что для кого-то, может быть, вот такое наслаивание гораздо больше подойдет и больше понравится. Потому что вот такими тенями можно поставить пятна, если вы еще особенно неуверенно тушуете или если у вас не очень хорошие инструменты для макияжа. Вот запросто вы можете поставить пятна, и вам не понравится результат от таких теней. Вы подумаете, да, блин, такая дорогая палетка, а такая фигня. Но я вот очень люблю, когда я могу вот так вот похлопывающими движениями закрепить пигмент, а потом его растушевать. Ну и теперь я возьму самый темный оттенок матовый и виолета. И я вот, кстати, не знаю, что конкретно послужило моему сегодняшнему такому настроению. Возможно, то, что я очень сильно устала. У меня прошлая неделя была адская просто в плане работы, да и вообще каких-то семейных дел. У меня был один-единственный выходной в воскресенье только. И то, мне кажется, знаете, у женщин выходных не бывает, потому что даже выходной это все равно какие-то домашние дела, какие-то хлопоты. И я, короче говоря, вообще ужасно разбитая себя сейчас чувствую, такой уставшей, разбитой. И я знала, что мне сегодня снимать видео, потому что я снимаю по графику всегда очень четко. Я устала, не устала, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Потому что это моя работа на самом деле, и я завишу от этого. Я вот так вот посмотрела на то, что у меня сегодня было запланировано, это очередные новинки. И вот просто как-то аж тошно мне от них стало. И думаю, нет, все, не хочу. Вот сегодня надо сделать перерыв. Просто, может быть, пообщаться даже со своей аудиторией. Потому что я очень редко делаю такие видео, когда я просто вот, просто о чем-то рассказываю, просто делюсь какими-то новостями. Мне не хочется сегодня делать какой-то темный макияж, типа прям смоки. На века я положу вот этот вот оттенок, 5-е веню. И давайте, наверное, его влажным способом нанесем. Это Colourpop фиксирующий спрей All Star. Кстати, мне хочется попробовать их новую линейку. С гиалуроновой кислотой. И там спонжик у них тоже вышел. Вот что-то все, никак вот руки у меня не дойдут до Colourpop. Вам, кстати, интересно это еще, актуально? Или вы уже посмотрели все обзоры, которые только можно на эту тематику, и уже, в принципе, вам это неинтересно? И что, кстати, касается новых релизов у Марио, вот этого визажиста, чью коллаборацию мы сегодня с вами используем, у него выходит сейчас новая коллаборация с брендом DKW. И что-то я пока как-то совсем не впечатлилась. У меня такое впечатление, что по свочам там палетка теней, это тупо то же самое, что уже было в их предыдущей коллаборации. У меня эта палетка есть. И я так посмотрела, ну те же бронзовые оттенки, ну как-то пока не зацепило. Я, конечно, Марио очень люблю, но если это прям тупо то же самое, я не буду это покупать, конечно. А какие-то помады для меня лично нет смысла покупать, там помады, блески или что еще они там выпускают в этой коллаборации, потому что губы совершенно другой пигментации у нее, поэтому все, что он использует на ней в плане продуктов для губ, на мне выглядит всегда не очень. И между вот этим золотым металликом и матовыми тенями я хочу положить оттенок Paris. Это такой вот красивый переход делает как раз от матовых теней. Ну блин, вот реально делаешь макияж этой палеткой и просто наслаждаешься, потому что все так красиво растушевывается, все ложится именно с той пигментацией, которая мне нужна, ни больше, ни меньше, а вот, ну вот... И оттенки тоже все подобраны, видно, что человек заморачивался, когда делал эту палетку. Сейчас хочу еще форму сделать немножко более острую. И не забудьте потом вот так вот пальцем похлопать, чтобы не такая жесткая граница была. Так, под глаза, наверное, я сейчас много чего буду наносить, потому что у меня какой-то очень замученный вид. И яркое освещение, может быть, сейчас не настолько хорошо это демонстрирует. В общем-то я начну с цветокоррекции, возьму вот этот вот корректор от Кулер Карамель. Он именно такой немножечко персиково-лососевый, как раз отлично для того, чтобы перекрывать темные участки. И я его нанесу вот исключительно вот так вот. И растушую сразу пальцем. А консилер возьму сейчас от Sisley, потому что, мне кажется, он отлично мне подойдет по текстуре в первую очередь. Так как я уже сделала какую-то базовую цветокоррекцию, мне не нужно сейчас что-то прям очень плотное использовать. И опять пудрой от Plora Mercier сейчас это немножко закреплю. А на нижнее веко я сейчас буду наносить оттенок Paris. И, наверное, ближе к внутреннему уголку еще добавлю Kim оттенок. Тушь я, конечно же, буду использовать от Belor Design, свою самую любимую. А вот тон я хочу сейчас нанести тот, которому я, честно говоря, не прикасалась уже несколько месяцев. И каждый раз я на него смотрю, и прям сердце кровью обливается, что он не используется, что он портится. И это тон от Estée Lauder Double Wear Nude. Так, я, по-моему, что-то увлеклась. И, кстати, пока наношу, знаете, что хочу вас еще спросить? Как вы вообще относитесь ко всем этим бесконечным новинкам косметики? Я уверена, раз вы сейчас смотрите мое видео, значит, 100% вы вообще в принципе смотрите видео на YouTube. И наверняка же подписаны не только на меня. То есть каждый божий день в ваших подписках появляется видео с обзорами разных блогеров на разную косметику. Все там что-то рекомендуют, все рассказывают о каких-то новинках. О чем-то, казалось бы, интересном. Вот мне вот действительно стало, знаете, что интересно? Вот эти видео, они реально остаются полезными? Или их вот скорее вы смотрите как вот просто, не знаю, ради развлечения, расслабления, чего-то там посмотреть в конце дня? И вот так чисто ради интереса вот я у вас спрошу, как часто вы реально оформляете покупки после просмотра видеоблогеров? Вот насколько часто вас что-то цепляет, что вы прям, о, вот это 100% надо купить? Или же наоборот, вы смотрите обзоры и появляется желание купить даже то, что нафиг, казалось бы, вам не нужно? Там 35-й какой-то хайлайтер в коллекции. Блин, вот красивый тон этот, вот реально как мое лицо, только гораздо более ухоженное и холеное. Хайлайтер сегодня я хочу взять свой любимый тоже от L'Oreal, Glow Mon Amour. Тоже давненько им не пользовалось. Кстати, у L'Oreal тоже вышли новые оттенки этих хайлайтеров. И я что-то их у нас до сих пор не наблюдаю. Так вот, а что касается новых релизов, то у меня лично из-за того, что настолько много релизов, это реально превратилось уже вот в такую как рутинную работу. И я понимаю, для кого-то сейчас это может звучать, знаете, фразой избалованной принцессы, типа, ой, как я устала вообще от всей этой новой косметики. Любая работа на самом деле всё равно является работой. И вот редко меня цепляет что-то настолько, что я покупаю, потому что мне хочется это купить, мне прям вот хочется этим пользоваться. Прям ручки чешутся, завладеть там какой-то палеткой или тоном, или ещё чем-то. В основном сейчас, когда я заказываю косметику, я руководствуюсь тем, что нового на рынке, какие новые коллекции вышли, что может быть вышло такого, на основе чего можно сделать там целое видео, например. Но я уже давным-давно не заказываю косметику, просто потому что мне этого хочется. Бронзер знаете, какой мне сегодня хочется использовать? Вот этот вот от Debalm я хочу снова попробовать, потому что одно время я им пользовалась с удовольствием, а потом опять пошла волна релизов бронзеров, и я столько всего перепробовала, как-то этот ушёл прям на хранение. И вот этот, кстати, бронзер от Essence тоже классный, в последнее время частенько я им пользовалась. Но сегодня явно хочу отдать предпочтение Debalm. И, кстати, я ещё помню то время, когда я только начинала увлекаться косметикой, когда я не понимала, зачем покупать новую палетку теней, если ещё не закончилась старая. Конечно, было это очень давно, и тогда не было такого разнообразия и текстур, и оттенков. Все палетки были какие-то одинаковые, и все были даже не коричневые, такие нейтральные, знаете, как сейчас повальное большинство, а все были какие-то серо-бело-чёрные, вот такие вот цвета были популярны. И вот мне понравилось, что это недавно из блогеров, я так смеялась, тоже сказали, что раньше Smoky Eye это был вот такой вот серо-чёрный Smoky Eye. Вот если ты не в этой гамме сделал макияж, это не Smoky Eye. С Smoky Eye это только, исключительно, такая серо-бело-чёрная, даже иногда с металликом немножко гамма. Румяшки я сегодня выбрала вот эти вот от HIN, Baked Rouge, оттенок 276. Классные румяна, вообще под любой макияж подходят, освежают, добавляют свечение. Для бровей вы используете своей любимой комбинацией, и вот этими, кстати, продуктами реально часто пользуюсь, потому что немного как-то релизов было для бровей. Короче говоря, это карандаш от The Balm Ferocious, и ещё вот этот вот гель для бровей от Art Deco, Brow Filler. И каждый раз, когда не нужно что-то тестировать, вот всегда тянется рука именно к ним. А для губ мне сегодня хочется воспользоваться либо вот этой вот помадой от Luxe Visage, Glam Look, оттенок номер 301, либо вот этой вот помадой от L'Oreal, которая Colorish Ultra Matte и оттенок No Cliché. Они такое впечатление, что вообще одинаковые. Ну вот как-то Luxe Visage, по-моему, подходит немножко лучше. Ну и закончу всё это я ещё фиксирующим спреем от Colourpop. Ну вот, собственно, и всё. Как вам вообще сегодняшний мой макияж? Мне, конечно, очень нравилось. Для меня это была своего рода как косметическая терапия. Короче говоря, сегодня я просто расслабилась, выговорилась, и у меня даже, мне кажется, настроение улучшилось под конец этого видео. Поэтому вам за это спасибо. Ну и мне ничего не остаётся, кроме как закончить сегодняшнее видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их ещё не смотрели, можете сейчас посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моём новом выпуске через несколько дней.